Один из самых долго обсуждаемых документов в бюджет республики на следующий год депутаты Государственного совета приняли еще в конце ноября. На последней в этом году сессии ряд законов привели в соответствие с федеральными. Из основных вопросов повестки дня. С 1 января 2020 года сотрудникам Федеральной службы судебных приставов будут положены те же социальные гарантии, что и полицейским и росгвардейцам. Это касается и такого вида поддержки, как жилищный сертификат. Судебные приставы были приравнены к органам правоохранительными. Соответственно, в федеральном законе ветеранах добавили и судебных приставов. Соответственно, они имеют право уже получать сертификаты на приобретение жилья, если они стоят в очереди. 400 человек находятся в очереди и только в этом году около 90 человек получат сертификаты. Следующие поправки в законодательство касаются капитального ремонта. В состав комиссии по приемке работ по капремонту многоквартирных домов включат представители органов местного самоуправления. Сейчас они вне данного процесса, что иногда превращает процедуру в формальность. Все-таки муниципалитет отвечает за все, что происходит на территории муниципалитетов. И их сотрудники обязательно должны быть для более жесткого контроля по введению, подписанию актов по ремонту данных многоквартирных домов. На сессии озвучили и последнюю информацию о ситуации с Чувашкредитпромбанком. Сейчас заявитель, Нацбанк, требует признать Чувашкредитпромбанк банкротом. Сегодня где-то обязательство банка составляет порядка 3 миллиардов 800 миллионов. А кредитный профиль, активы банка составляют 3 миллиарда 700 миллионов. То есть есть финансовый разрыв, пока он выражается в 100 миллионов. Ну и, соответственно, временная администрация посчитала, что здесь нет покрытия всех долгов, обязательств банка. Ну и, соответственно, это непринудительно ликвидация банкротства. Что касается выплаты вкладчикам, на сегодня страховые выплаты – это порядка 2 миллиардов 700. Сегодня уже банком-агентам, это Российскорбанком, выплачено 2 миллиарда 330 миллионов. То есть большинство заемщиков воспользовались своими правами. Что касается тех, на кого не распространяются страховые выплаты, ориентировочно с ними должны рассчитаться к концу первого квартала следующего года, отметил Иван Моторин. Ольга Пырочкина, Баксер Велиев, Республика.